здравствуйте мои дорогие друзья я предлагаю вам поговорить о циклах тема очень интересная и глубокая и я в силу специфики своей деятельности очень часто сталкиваюсь с этим явлением и не спроста да поскольку цикл это один из основных механизмов взаимодействия процессов в нашей вселенной да и взаимодействия сознанием нашей вселенной циклом подвержена абсолютно все да как известно цикличность или по-другому до бег по некой окружности которая собственно составляет основной принцип нашего развития а его очень часто сравнивают именно со спиралью то есть цикл как виток за витком продвигает все вокруг по лестнице эволюции и основной смысл циклов достаточно глубокий это тот алгоритм который заставляет сознание и души которые развиваются в этой жизненной можно сказать модели обучения расти и постоянно шагать раз за разом выше 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 и выше и выше циклом подвержено абсолютно все да как известно существуют исторические циклы существуют математические циклы экономические циклы климатические циклы даже смена времен года и смена времени суток у нас тоже подвержены циклам если Понаблюдать за алгоритмом самого цикла и переложить эту суть на основу развития человека, можно очень много интересного увидеть на самом деле. Например, если мы посмотрим на цикл смены времен года, то мы с вами можем увидеть, что это некий переход из одного состояния в полную его противоположность, то есть дуальность тут налицо. И между этими переходами есть какие-то промежуточные периоды, которые переводят из одного состояния в другое состояние. По такому же принципу действуют абсолютно все циклы, то есть это смена дуальностей. И один виток цикла содержит полную смену двух каких-то противоположных состояний. Именно этому и подвержены циклы, которые заставляют расти и развиваться человека. И я достаточно часто с этим сталкиваюсь, поскольку ко мне приходят люди и чаще всего мы разбираем вопросы взаимоотношений. И взаимоотношения очень часто, практически всегда подвержены застреванию в этих самых циклах. Именно застреванию, о чём мы сегодня с вами тоже поговорим. Итак, ну начнём с того, что переход от уровня к уровню происходит именно благодаря завершению одного цикла и вступлению в другой цикл. Более выше по своей организации и по своему уровню. И все мы подвержены тем или иным циклам. Человек одномоментно может находиться в абсолютно разных циклах. То есть, например, человек достаточно социальное существо, да, и он развивается в разных направлениях. Вот есть циклы, например, личностные, есть циклы во взаимоотношениях, есть циклы, например, социального плана, когда человек уже общается с внешним миром. Есть циклы, например, карьерного плана, когда человек реализует себя в какой-то деятельности, да, или в профессии. Везде есть свои циклы. Есть циклы долгосрочные, есть циклы краткосрочные. Отличаются они, как правило, амплитудой колебаний. И скажу вам так, циклы краткосрочные чаще всего имеют достаточно жесткую степень воздействия на сознание человека. То есть, долгосрочный цикл, он растянут во времени, и он порой человеку может даже не ощущаться. Но, тем не менее, они существуют. Если вы проанализируете свою жизнь в разных ее аспектах, то вы увидите, что вот там вы из одного состояния в противоположное переходили. Ну, это было как-то достаточно растянуто. Вот там вот у вас вот как-то вот другая уже амплитуда была, да. Когда амплитуда достаточно частая и быстрая, да, то такого рода циклы довольно болезненные. Вот представьте, когда вас перекидывают из одного состояния в другое очень быстро и резко, что вы при этом испытываете. Естественно, тем более, если этот цикл направлен на слом какой-то очень жесткой конструкции внутри вас, как правило, это ментальная конструкция, то это довольно болезненно. Вот, например, конструкция его цикла, который долбит с двух сторон, да, вот сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Опять с первой стороны, опять с другой стороны. То есть это довольно жестко, довольно тяжело и довольно болезненно. Но, тем не менее, данный метод довольно эффективный. И именно в нашей модели обучения, то есть в нашей жизни, эта модель используется повсеместно. Мы очень часто разбираем с женщинами, чаще всего с женщинами, реже с мужчинами, которые ко мне приходят на консультации, именно вопрос взаимоотношений. И очень часто я вижу, что если человек застревает в каком-то цикле, то он подвержен очень жестким отработкам. И все, кто ко мне приходит, да, если я вижу, что человек застрял в цикл, у него начинаются вот эти притирки внутри отношений, да, или какой-то серьезный кризис, который тоже подвержен определенному циклу. Я всегда об этом говорю, и мы подробно разбираем. И если человек готов услышать, да, те моменты, которые являются причиной для выхода из данного цикла, то я их, естественно, озвучиваю и рассказываю, что нужно человеку в себе изменить, чтобы этот цикл остановить, что нужно его партнеру проработать, каким условием, каково условие выхода из цикла, да, что нужно партнеру проработать, чтобы из этого цикла выйти. И при успешных проработках, естественно, люди вот эти циклы могут преодолевать. Чаще всего, как цикл выражается, например, вот в отношениях, это разного рода конфликты, ссоры, недопонимания, столкновения интересов. Это известно абсолютно всем, это вот периоды, да, когда человек ругается, люди ругаются в пух и прах просто, расходятся, потом понимают, что уже друг друга не могут опять сходиться, мирятся у них любовь, морковь, всплеск вот этих состояний, да, уже в противоположную сторону. Вот обратная сторона уже дуальности. Потом они снова доходят до какого-то вот эпицентра напряжения, опять у них происходит конфликт, потому что ситуация не разрешена, они опять расходятся, опять через какое-то время нагнетаются, они сходятся, и вот это вот происходит достаточно долго. Есть люди, которые подвержены такого рода циклам практически всю жизнь, и, к сожалению, данные циклы их совершенно ничему не учат. Выйти из цикла можно только путём осознания причин данного цикла и трансформации в себе. То есть каждый цикл – это определённый сценарий, который закладывает в своей основе урок, который направлен на изменения, ну, если это, например, отношения, то обоих индивидов. То есть тут обязательно люди должны каким-то образом себя поменять, либо какие-то свои ментальные концепции изменить, либо астральные, либо эфирные. То есть тут разного рода бывают уроки, направленные на разные аспекты, ещё это зависит от непосредственно уровня развития самого индивида. Бывает такое, что кто-то один быстрее проходит урок, выходит из данного цикла и даже выходит из отношений. Ну, поскольку сейчас разбираем момент взаимоотношений, хотя можно на примере абсолютно любой ситуации разобрать, да. Ну, вот если на примере отношений, то человек, например, резко осознал, поумнел, понял, ему цикл стал неинтересен, в данный сценарий уже не вовлечётся. Он выходит из него. А второй человек, например, не смог ещё дорасти до того, чтобы осознать и понять причину этих циклов, изменить что-то в себе, трансформировать. И такой человек со временем притягивает аналогичного партнёра, ну, уже другого, да, партнёра с аналогичным сценарием, который они должны совместно отыграть. И он начинает этот сценарий уже доигрывать у другого партнёра. Почему чаще всего говорят, что вы можете менять партнёра, но суть от этого не меняется, а потому что вы будете отыгрывать с ними те же самые сценарии, которые вы не прошли в предыдущих отношениях. То есть имеет смысл всё же осознать, чему конкретно данный сценарий, да, данный цикл хотел вас научить. Причём, я, конечно, выразилась так громко, хотел, это абсолютно обезличенный момент, это некий механизм, в который вовлекаются люди, это как основа бытия, можно так даже назвать, потому что этим механизмам подвержены абсолютно всё, да, начиная от каких-то физических процессов в виде природных циклов, да, и заканчивая процессы взаимодействия между собой людьми. И, к сожалению или к счастью, да, мы подверг, мы вот живём, находимся, существуем именно в такой модели обучения, где мы вынуждены уроки проходить вот таким образом. Ну, собственно, что ещё я хотела бы сказать? Да, циклы, они запускают определённые трансформационные сценарии, которые человека заставляют расти и развиваться. И ещё один момент хотел отобразить, можно ли выйти из циклов, да, можно ли в них вообще не вовлекаться? На самом деле нет. Как раз-таки цикл, даже несмотря на то, что человек может быть суперпродвинутым, он может без конца медитировать каким-то вот ускоренным образом, осознавать причины, ещё не вступив в данный цикл, да, или вот он только одной ногой начинает вступать в цикл, то есть у него пошли первые звоночки, он тот понимает, да, что цикл, он повторится, он начинает разбирать ситуацию, он медитирует, он входит в контакт с высшими сутями своими, да, или там сторонними какими-то высшими существами, они ему рассказывают, даже показывают, да, но человек не осознаёт, он знает причину, но глубинно её встроить сознание и трансформировать его не может. Я тысячу раз даже наблюдала это на своих же собственных примерах. Я знала причину, но я не могла выйти из цикла. И когда происходило своего рода созревание, да, в моих внутренних структур, и я ещё более глубин, я уже глубинно осознавала причину, и только тогда я могла из этого цикла уже уйти. Ну и, естественно, вступала уже в более новый цикл. Как известно, каждый цикл, чаще всего он имеет задачу разрушить некую очень жёсткую ментальную конструкцию, да, и заменить её на новую, и потом уже новая конструкция со временем устаревает и точно так же ломается очередным циклом и заменяется ещё на новую, на более уже совершенно, и так далее, по ступенькам, переходя от одного этапа к другому и эволюционируя в своём сознании и в своей внутренней целостности, да. Итак, дорогие друзья, да, это, собственно, всё, что я хотела сегодня рассказать. На самом деле, тему, конечно, можно развить, и можно на примерах разных жизненных ситуаций это разобрать. Их огромное количество, да, например, вот если это касается личностного роста, это может быть смена состояний. Не обязательно это в паре проходить, можно это проходить наедине с самим собой. Тогда ты будешь в различные состояния впадать, да, полностью противоположные. И вот до тех пор будешь впадать в эти состояния, пока что-то внутри себя не осознаешь. Я же вас, дорогие мои, призываю как можно реже застревать в этих циклах, да, ведь те, кто застревает, они подвергаются более сильным влияниям этих циклов, то есть ситуация становится всё более-более болезненной до тех пор, пока человек, ну, вот, и вот так бьют лопатой по голове, ну, чтобы, ну, вот, вот, прям вот он осознал. Ну, осознай же, вот, кричит ему ситуация или этот цикл, осознай, осознай. Но человек, например, упирается вот внутри, вот, он зацепился за эту концепцию свою, по которой живёт, за эту модель жизни, за своё какое-то качество внутреннее, которое он не хочет сломать. И вот тут он, нет, нет, он стоит на своём, он вот застрял, всё, не может выйти. Вот в этих ситуациях циклы, конечно, усиливаются, их амплитуда колебаний становится намного, как бы, быстрее и жёстче. Дорогие мои друзья, если вы попали в такого рода цикл, то вы можете прийти ко мне на консультацию, ну, прийти, это громко выразиться, вы можете онлайн ко мне записаться на консультацию, посмотрю вашу ситуацию, подробную разберу, расскажу все причины, расскажу, как из неё выйти, что нужно сделать, чтобы глубинно это всё осознать. И это касается абсолютно любых ситуаций и взаимоотношений, личностных, карьерных и социальных, любого плана. И мы с вами обязательно посмотрим все скрытые причины и все условия выхода из данного цикла. Я вас всех целую и обнимаю, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, буду рада вашим комментариям, жду вас на моих консультациях, всем пока-пока!